Фильм про борт номер один. Его на своем ютуб канале выложил школьник из Башкирии Арслан Каипкулов. Тот самый мальчик, чью мечту побывать внутри президентского лайнера накануне нового года исполнил Владимир Путин. Еще глава государства подарил ему видеокамеру. Так Арслан смог не только рассказать, но и показать другим, что увидел на экскурсии. О том, какое кино получилось, Екатерина Миронова. Таким материалом может похвастаться не каждый профессиональный журналист. Репортаж 15-летнего Арслана Каипкулова с борта президентского самолета набирает просмотры. Переставив порог, попадаешь в помещение, внутренняя стрикатора больше похожа не на привычный салон самолета, а, пожалуй, в квартиру. Правда, очень большую и с необычной планировкой. На борту одного из самых секретных лайнеров в мире школьник был всего полчаса. Кажется, ни одна деталь не ускользнула. Вот салон для сопровождающих, а вот переговорная комната. Именно здесь глава государства проводит совещание с министрами. Сейчас я нахожусь в кресле, в котором будет сидеть Владимир Владимирович Путин. Сзади меня герб архивской федерации. Юному репортеру разрешили снимать не везде. Например, камеру пришлось выключить в кабине пилота. К таким мерам безопасности гость отнесся с пониманием. Члены экипажа рассказали в интервью Арслану, что прежде чем попасть на эту работу, они прошли многократные проверки. Что вам больше всего запомнилось в этой профессии, именно на этом самолете? Кажется, рейс особенный и интересный. Продюсером телерепортажа стал президент. Съемку на борту своего самолета для школьника устроил Владимир Путин. Арслан борется с малоизученным заболеванием, редким типом первичного иммунодефицита. В начале декабря, во время форума добровольцев России, на стенде проекта «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей, главе государства предложили взять конверт с просьбой ребенка. Владимир Путин собрал все пять оставшихся записок с желаниями и пообещал их осуществить. Среди них была и мечта Арслана. Екатерина Миронова, Дарина Фомова, Вести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!